Сегодня мы посадили в конце мая, 20-25 мая мы посадили, вот который сейчас метр восемь гидит. Четыре месяца прошло, а это сегодня 10 октября. Вот видите, который вот как, один годик, вот четыре месяца прошло. Который вот называется Эхкея, это новый слог, хороший, который самый, как называется, потольщий, потольщий был, если... И я его брат, чтобы вам было более-менее понятно, у меня с русским языком все хорошо, теперь я вам буду объяснить, как можно ухаживать Павловню. Развивается очень быстро. И еще одна хорошая сторона Павловни, его листья считаются хорошим кормом для животных. Здравствуйте, всем любители Павловни, меня зовут Алзам, я из Узбекистана. Следующий выпуск будет про Павловню, я стараюсь сейчас, как Павловня ухаживает, когда можно посадить Павловню весной или осенью, я все объясню, но стараюсь. Русский язык не очень хороший, я, если ошибаюсь, слово изменяюсь. Здравствуйте, дорогие подписчики, я его брат. Чтобы вам было более-менее понятно, у меня с русским языком все хорошо, теперь я вам буду объяснить, как можно ухаживать Павловню. Павловню можно посадить ранней весной, в феврале, марте, и поздней осенью, например, в ноябре. И еще посадить Павловню еще зависит от температуры. Например, у нас в Узбекистане можно сажать ранней весной, начиная с февраля, марта. Если вы живете в других государствах, в Кыргызстане или в Таджикистане, смотря на климат, может быть, изменится время посадить. Вот эта Павловня называется ФТЭ, как рассказал, вот, которая листья тоже большая будет, хорошо это растет. Например, вот эта, которая Павловня, мы посадили в конце мая, 20-25 мая, посадили, вот, которая сейчас метр восемь, девять. А четыре месяца прошло, а это сегодня, вот, 10 октября, мы снимаем 10 октября 2021 году. Вот сейчас вот посмотрите, покажи, вот внутри тоже заходит. Вот, который я вам сказал, вот, по-моему, ФТЭ, вот видите, который вот как, вот, один годик, вот четыре месяца прошло, вот, сверху. Здесь питомник, просто питомник, мы это посадили 60 на 40, в это осень, весну, вот, все это продаем, продам. Который я снимал, вот, который Шангтон, вот, другой питомник, который вот здесь, вот, это, эти, на месяц двух метров, два метра деревьев. Это хороший сорт, кто сказал, кто, какой сорт сказал, я вам рекомендую, я вам это сказал и рекомендуется, который вот называется ФТЭ. Это новый сорт, хороший. У нас следующий вопрос, как можно развивать павловню? Павловня размножается в основном трём способом. Первый способ с помощью семена, и второй способ с помощью черенки. И третий способ, это лабораторные условия. Но самый хороший способ развивать павловню, это с помощью черенки. Следующий вопрос, какие сорта имеются у павловни? У павловни очень много сортов, более, более 100 сортов имеется. И самый хороший из них, ФТЭ, сорт ФТЭ, она так называется. Она развивается очень хорошо, чем остальные, приспосабливается ко всем условиям. И она считается, как-то смешанный сорт, то есть является гибридной. Она очень хорошая к температуре, она живёт даже минус 28-30 градусов и до плюс 60 градусов. И ещё один из хороших сортов павловни, который называется шангтун. Она тоже очень хорошо приспосабливается к внешней среде. Она может жить тоже до минус 25-27 градусов Цельсия. Прежде чем как сажать павловню, вы должны выбрать очень хороший сорт, потому что это очень самое главное. Например, сорта как ФТЭ и шангтун, они очень эффективны, они же развиваются очень быстро. Выбрать хороший сорт, это ещё приносит вам хороший результат. Если вы выбираете низкие сорта, когда они вырастут, вам тоже будет ещё тяжело их продать. И ещё одна хорошая сторона павловни. Его листья считаются хорошим кормом для животных. В их составе имеются очень много полезных веществ, которые помогают животному набирать хороший вес. И у нас многие спрашивают, можно ли посаживать павловню в солёную почву или в адырах. Она очень такая, хорошо приспособляется к осым условиям. Она даже может расти в солёной почве, а также в адырах тоже. Она очень много полезных в солёной почве, которые в солёной почве, которые в солёной почве, которые в солёной почве делают технические срезы. Вот объясню сейчас. Однолетняя павловня, когда она уже вырастет, мы должны сделать технический срез. То есть, объясню, мы должны резить вот отсюда ближе к землю, чтобы мы должны резить, чтобы она хорошо садилась на землю и чтобы у него стебо был очень ровно. Сейчас мы вам покажем павловни, которые уже сделаны, технические срезы. Ну всё, посмотрим, ну как. Когда посадили, весной посадили, его технические срезы сделаем. Я вам сейчас покажу, ну как растили. Которые вот в это полония весной посадили полония и технические срезы сделали. Вот технические срезы. Которые сам не продавали полония никому. Вот метровый, полтора метровый. Самый низкий это полония. Я сам здесь посадил. Если это полония большой был, 4 метровый или 5 метровый полония был. Которые вот, дерево тоже чуть, как называется? По толще. По толще был. Если метр большой, который полония отключат, как называется? Да. И если саженцы побольше будет, который быстро растёт, толщина тоже хорошей будет. Вот здесь тоже, я весной посадили. В этом ряд тоже. Вот технические срезы, которые видите? Здесь. Мы посадили, сразу технические срезы сделали. Вот здесь. Вот это уже. Это. Видно, да? Да. В этом тоже. Вот так у меня сейчас будет хорошим. Маленький полония был. Вот этот сейчас нормальный. Если на три будет, более-менее это нормально. Нормальный. Нормальный будет. Вот два на два это будет чуть плотный. У нас сейчас эта земля здесь маленькая. На этом просто на показ мы посадили, чтобы клиент приедет, увидит. Ну, как в этом. Ну, для показа, да? Для показа, да. А если вам нужны такие саженцы павловны, вы можете обращаться к моему брату Азан Джону. Под видео мы оставим наши номера, телеграмм, ватсап. Вы можете связаться с нами. На следующем выпуске мы будем вам полностью показать, как можно посадить павловню, какие одобрения можно сделать. То есть вам сделаем хороший туториал. Ну, подписывайтесь на мой канал. И если видео понравилось, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Комментарии тоже оставьте. И оставьте комментарии, да. И можете оставить свои вопросы, которые вы хотите знать. Угу. Мы сейчас, сегодня 10 октября. Да, 10 октября. Это уже Узбекистан. Сейчас погода 15 градусов. Недавно дождь. Да, чуть прохладно. Чуть прохладно было. Здесь область Вергании. Ну, спасибо. Спасибо большое.